здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок меня зовут светлана сотникова я ландшафтный дизайнер и растение вот и сегодня я хочу вам рассказать о своих соснах сосны это на самом деле очень обширный род растений и многие из вас наверняка даже никогда не видели в жизни таких сосен которые я вам хотела бы сегодня показать вот моя гордость сосна орегонская она же сосна желтая хотя вы видите что она зеленого цвета она же сосна тяжелая или по латыни пинус пандероза это сосна с самой длинной в мире хвоей ее хвоинки могут достигать длины 25-30 сантиметров обратите внимание какие длинные иголки у орегонской сосны я предложила ее к ладони и они еще на 10 сантиметров даже длиннее чем моя рука до запястья и посмотрите какие красивые шишки у орегонской сосны шишки растут и созревают в течение двух с половиной лет этим шишкам около года поэтому им еще расти и расти до первых семян вполне можно иметь такое дерево на своем участке и оно будет изюминкой вашего декоративного сада сегодня я расскажу о том в каких условиях лучше всего выращивать сосны где они будут смотреться органично и красиво и каким образом за ними следует ухаживать кроме того покажу еще несколько разных интересных и оригинальных растений из этого рода в принципе сосна очень любит солнце солнечные места и хороший дренаж что такое хороший дренаж хорошо дренированная почва это почва в которой не задерживается влага то есть песок сосна в принципе может расти и в более тяжелых условиях на скалах на камнях конечно там ей сложнее но тем не менее она может выдерживать и такие места в которых почва практически отсутствует очень часто люди думают что если сосна растет в таких условиях то она не любит влагу это ошибочное мнение я сейчас объясню почему сосна на самом деле очень любит влагу очень любит воду очень любит пить потому что для того чтобы сосна была здоровой ей нужно получать достаточное количество воды сосна вырабатывает смолу если у нее достаточно воды значит сосна вырабатывает достаточно смолы и в этом случае сосна не повреждается вредителями различными короедами и другими жучками которые могут навредить этому дереву если у сосны недостаточно влаги и соответственно она вырабатывает мало смолы тогда на сосну потихонечку нападают различные вредители и болезни поэтому сосну пожалуйста поливайте обязательно но сосна не любит чтобы вода застаивалась возле корневой шейки для начинающих садоводов скажу что корневая шейка это то место около земли откуда вверх растет ствол а вниз идут корни то есть вода должна уходить именно поэтому песок именно поэтому хороший дренаж в целом сосны растение неприхотливое и если вы правильно выберете им место на горке или на склоне вы можете высаживать сосну даже не на песчаную почву а на почву в которой высокое содержание глины вода в любом случае на горке и на склоне будет уходить но если ваш участок находится на ровной поверхности и вы выкопаете для сосны посадочную яму то влага будет в этой посадочной яме в глине застаиваться и это место для сосны для посадки сосны конечно окажется непригодным растение не выдержит там долго в таком случае если ваши почвы слишком глинистые для сосны можно насыпать насыпь холм из песка в том числе или даже из вашей садовой почвы и посадите и просто немножечко повыше для того чтобы вода от корневой шейки уходила что еще я хочу сказать о соснах важного того о чем как правило не говорят мы все знаем что сосна это дерево вечно зеленое то есть мы всегда видим его зимой и летом зеленого цвета ну или бывают сосны с желтоватой золотистой голубой хвоей но на самом деле каждая иголка каждая хвоинка она ведь не вечная в среднем у сосны каждая хвоинка живет три года и постепенно со временем как сосна разрастается новые веточки отрастают с молодыми иголочками а стал со старых веточек которым уже три года и больше иголочки опадают поэтому если у сосны что-то внутри дерева внутри кроны пожелтело то в принципе ничего страшного в этом нет это просто отмирают иголочки которые уже прожили своих три года справедливости ради замечу что у разных видов сосен этот срок жизни это продолжительность жизни иголок может быть разной от двух и до семи лет но в среднем и у большинства три года поэтому для нас дерево всегда остается вечно зеленым но на самом деле иголочки которые уже закончили свою жизнь они опадают и под сосной формируют в общем-то такой достаточно плотный ковер со временем сосна сама делает себе почву она сама своими же словно говоря отработанными отслужившими иголками мульчирует свой приствольный круг и в принципе нежелательно это убирать из-под сосны потому что собственная иглица она и предохраняет корни от пересыхания и помогает сосне сделать приствольный круг немножечко теплее зимой то есть дерево само для себя формирует место и условия существования в этом смысле нужно обязательно знать что сосна если вдруг с ней что-то произошло если вдруг она плохо себя чувствует вы можете этого сразу не увидеть вы можете не увидеть этого в первый год жизни поэтому будьте внимательны при выборе места для посадки сосны для того чтобы она хорошо себя чувствовала жила долго и украшала ваш участок вот этому дереву 18 лет она у меня 2000 года года рождения в 2005 году его посадили сюда и оно было пятилетним и рост его был примерно до колена то есть очень маленькое было растение сосна орегонская одна из самых быстро растущих сосен можно даже сказать на нашей планете обращаю ваше внимание что вот этой кедровой сосне тоже 18 лет точно так же как большой орегонской сосне которую вы видите на заднем плане кедровая сосна относительно медленно растущие дерево а вот это хвоя кедровой сосны то что мы называем сибирским кедром правильно называется сосна сибирская кедровая обратите внимание хвоя у нее очень тонкая и мягкая в отличие от хвои других деревьев и знаете как отличить кедровую сосну от других видов сосен с похожей хвоей дело в том что из каждой почки у кедровой сосны выходит ровно пять иголочек пять не больше не меньше у других сосен это количество может отличаться у кого-то 4 иголочки у кого-то 2 у кого-то 3 у кого-то вообще в каждой почке разное количество иголочек а у кедровой сосны всегда 5 сосна орегонская то которую вы видите с правой стороны это дерево то есть мы привыкли к тому что сосны это деревья но когда мы проезжаем на машине мимо леса мы видим сосны узкие длинные вытянувшиеся тоненькие только наверху несколько веточек хвои дело в том что сосна очень любит солнце очень любит свет и даже малейшее затенение для ее веток губительно она просто сбрасывает ветки которым не хватает солнышка сосна которая расположена на открытом месте вы видите что она не очень растет в высоту она широкая раскидистая густая снизу мне пришлось убрать самой несколько веток для того чтобы под ней можно было проходить иначе она была бы пышная и густая до земли это в том случае если утра и до вечера на наше дерево со всех сторон попадает солнце там лесу где они тянутся вверх естественно только верхняя часть дерева зеленая некоторые веточки вы можете увидеть на этом видео некоторые веточки здесь пожелтели и усохли они расположены чуть чуть глубже в глубине кроны и то что они пожелтели и усохли значит что именно конкретно этим веточкам тоже не хватает света ничего страшного в этом нет сосна хорошо разрастается и в том что дерево самостоятельно сбрасывает несколько ненужных ему веток в общем то большой проблемы нет их можно просто обрезать естественная обрезка это характерно для всех деревьев природе горная сосна это сосна которая по природе своей является не деревом а кустарником то есть что такое кустарник это растение у которого много веток невозможно среди них выделить главную невозможно среди них выделить ствол горные сосны бывают также настолько же разнообразны как и сосны и древовидной формы бывают и золотистой из голубоватой хвои как вы видите вот этот кустик передо мной они могут быть разного размера относительно древовидных сосен горные сосны это карлики но мы помним о том что древовидная сосна это дерево высотой до 40 метров но не важно что в 200 лет неважно просто она может вырасти до 40 метров за свою жизнь горная сосна может вырасти до 4 метров за свою жизнь относительно 40 40 метрового растения 4 метра естественно это очень мало естественно это карлик но относительно человеческого роста нашего с вами сосна может быть 4 метровый то есть очень высокой может быть среднего роста полтора два два с половиной метра а может быть совершенно маленькой карликовой которая вырастает дом полуметра или до метра высоту всего лишь это уже зависит от сорта поэтому когда вы выбираете для своего участка для участка который расположен на песчаных почвах декоративное растение обратите внимание на сосны и подумайте какой высоты растения вам нужно у карликовых горных сосен которые растут маленькими как правило и название такие немножко смешные гном мопс что-то говорящее о том что объект на самом деле маленький маленького размера вот это тоже горная сосна это тоже сосна которая растет кустарником у нее не одна макушка а несколько это сосна winter gold то есть зимнее золото после первого мороза станет лимонно-желтой и продержится такой всю зиму мы снимаем ее осенью поэтому она еще пока светло-зеленая но как только ударит первый мороз она пожелтеет вот поближе показываем вам хвою сосны winter gold обратите внимание что даже на кончиках иголочек есть желтые крапинки она уже сейчас немного отличается от других сосен и выглядит более светлой а вот молодые шишки которые созреют уже этой осенью это сосна мелкоцветная нигиши или японская голубая сосна обратите внимание как какие яркие голубые иголочки у маленькие коротенькие но очень очень светлые интересно тем что шишки на этой сосне не опадают в течение нескольких лет меня иногда даже люди спрашивают а зачем вы шишки приклеили они же уже давно должны были осыпаться но тем не менее это сосна на которой шишки долго держатся а молоденькие шишки я сейчас покажу в на кончике веток сформировались новые сейчас они уже зеленого цвета но когда они только-только появились когда они только зародились они были ярко-розовые и на голубом фоне это смотрелось конечно потрясающе еще это японская сосна интересно тем что у нее иголки живут чуть больше года и старые иголки со взрослых веточек опадают фактически сразу же после того как вырастают и появляются новые поэтому она имеет вот такой достаточно своеобразный оригинальный вид хвоя у нее расположена только на концах ветвей вот обратите внимание посмотрите пожалуйста поближе какие красивые иголки и почки молодые почки которые будут расти которые превратятся в веточки в следующем году если вам хочется сдержать немного рост сосны любой сосны помните о том что сосна не очень любит обрезку и если вам нужно ее все-таки придержать в определенных размерах относительно небольших вы можете выламывать почки вот эту вот центральную самую большую почку вы можете отломать сейчас и тогда откроются меньшие почки и дадут веточки меньшего размера ваша сосна будет более пушистой и более компактной мне часто задают вопрос а будет ли это сосна будет ли это растение расти в нашем регионе хочу сказать что сосны распространены везде по земному шару от крайнего севера до практически до экватора и у большинства сосен требования к климату ну очень очень невысокие то есть холодно сосна будет жить жарко сосна будет жить если вы обеспечите ее достаточным количеством влаги доказанная морозостойкость у сосны это вторая климатическая зона и теплее надеюсь что мне удалось заинтересовать вас этим растением замечательным которая украсит любой сад расположены на холме на песчаной почве с хорошим дренажом на тяжел на трудных почвах на которых много камней и другие растения подчас не выдерживают сосна может стать единственным выходом и настоящим решением для того чтобы украсить ваш сад благодарю за внимание до новых встреч